И еще раз здравствуйте! Думаю, теперь у нас есть все необходимое, чтобы двигаться дальше. Вкратце вспомним предыдущий урок. Мы пытались смоделировать распределение вероятностей того, сколько машин могло бы проехать за час. И первое, что мы сделали, представили, что мы стояли на перекрестке и считали. А затем получили довольно неплохое математическое ожидание нашей случайной величины. А случайная величина… Мы определили случайную величину как количество машин, проезжающих за час в определенном месте определенной дороги. Также мы предполагали, что простояли там кучу времени и получили довольно точную оценку случайной величины и назвали ее лямбда. И мы хотели смоделировать это как биномиальное распределение. Поэтому, если мы имеем дело с биномиальным распределением, то эта лямбда была бы равна количеству попыток, умноженному на вероятность успеха при каждой попытке. А если бы мы рассматривали попытку как интервал времени, то это лямбда – это общее количество попыток в час, а это n было бы успехом на меньшем интервале. p было бы вероятностью успеха на меньшем интервале. На прошлом уроке мы поэкспериментировали с этим. Мы говорили, а что если задать этот интервал равным 1 минуте? Тогда это будет вероятность успеха за 1 минуту? И это было бы вполне разумно. Но что если в заданном месте проезжает больше 1 машины за минуту? В этом случае мы говорили, ну, хорошо, пусть это будет в секунду, а это вероятность успеха в секунду. Но тогда у нас есть еще проблема. За 1 секунду очень просто могло бы проехать больше 1 машины. Поэтому мы хотели найти предел при n, стремящемся к бесконечности, а затем посмотреть, что получится в результате математических вычислений. Если мы все описываем как биномиальное распределение с помощью предела при n, стремящемся к бесконечности, то можем сказать, что вероятность того, что х равно какому-то числу… то есть вероятность того, что случайная переменная равна, к примеру, 3 машинам в час, точно 3 машинам в час, равна… ой, мы же хотим взять предел при n, стремящемся к бесконечности, правильно? Значит, равна пределу при n, стремящемся к бесконечности. Из n выбрать k, то есть выбираем k моментов времени. Если n стремится к бесконечности, то эти интервалы времени становятся очень-очень маленькими, они становятся моментами времени. У нас будет n – количество моментов времени, приближенное к бесконечности, и k – количество успешных моментов времени, то есть в которые проезжают машины. Например, 3 момента успеха, когда проехала машина, значит, в итоге проехали 3 машины. Если 7 моментов, в которые проезжала машина, в итоге 7 машин проехало за определенный период времени. Итак, закончим формулу для нашего биномиального распределения. Из n моментов выбрать k успехов, умножить на вероятность успеха. Что такое вероятность успеха? Посмотрим на вот эту формулу вверху. Чему равно p? p равно λ разделить на n, правильно? Ведь n умножить на p равно λ. Так и запишем. p равно λ разделить на n. Я просто преобразовала в это равенство. Итак, вероятность успеха равна λ разделить на n. И здесь имеется в виду вероятность того, что у нас будет k успехов. А чему равна вероятность неудачи? Она равна 1 минус вероятность успеха. И сколько же у нас будет неудач? То есть сколько будет таких моментов, когда не будет проезжающих машин? Ну, у нас есть n – это общее количество моментов, и k из них – это будут успехи. Значит, у нас будет n минус k неудач. Посмотрим, что мы можем с этим сделать. Это равно… Давайте я все это напишу заново, другим цветом. Предел при n, стремящемся к бесконечности, и подробнее распишу этот биномиальный коэффициент. Это n! разделить на n минус k! умноженный на k! Я переставила местами множители в знаменателе, но это ничего не меняет. Умножить на λ в степени k, использую правило возведения в степень, деленное на n в степени k. А в этом выражении я вообще-то могу отделить показатели степени. То есть это то же самое, что 1 минус λ делить на n в степени n умножить на 1 минус λ делить на n в степени минус k. Основание у степеней одно и то же. При перемножении показатели степени просто складываются. Получается вот это. Давайте еще немного упростим. Поменяем местами вот эти два множителя. Ведь они оба находятся в знаменателе, так что мы можем менять порядок множителей, как захотим. Итак, это равно пределу… Поменяю цвет. Равно пределу при n, стремящемся к бесконечности. Собственно, давайте я снова запишу то, что мы делали на прошлом уроке. Что это такое? Мы определили на прошлом уроке, что n факториал, деленное на n минус k факториал, это равно n умножить на n минус 1, умножить на n минус 2 и так далее, до n минус k плюс 1. Если бы это было равно 7 факториал делить на 7 минус 2 факториал, то в итоге получилось бы 7 умножить на 6. А 6, в свою очередь, на единицу больше, чем 7 минус 2. То есть вот откуда мы это получили. Мы это делали на прошлом уроке. Если вам непонятно, то пересмотрите его. И мы также говорили, что здесь должно быть ровно k умножитель. Если бы вы посчитали 1, 2, 3 и так далее, то в конце должен быть множитель номер k. Вот так мы переписали эту часть. И мы хотели поменять местами эти два элемента. Значит, все это разделить на n в степени k умножить… Я просто меняю местами. Умножить на лямбда в степени k, деленное на k факториал. Что у нас здесь? Я просто перепишу это, продолжу на следующей строке. 1 минус лямбда делить на n в степени n умножить на 1 минус лямбда делить на n в степени минус k. Теперь можем взять предел. Что произойдет, если мы возьмем предел? Есть еще одно свойство пределов. Я его здесь напишу, чтобы вы сильно не удивлялись. Предел при х, стремящемся к чему-то, произведение функции f от х и gx равен пределу при х, стремящемся к а, функции f от х, умноженному на предел при х, стремящемся к а, функции g от х. То есть мы могли бы взять предел каждой функции в этом произведении, затем перемножить их, и это было бы решение. Давайте так и сделаем. Итак, прежде всего, чему равен предел этого выражения? Набежу это желтым. Так, предел при n, стремящемся к бесконечности. n-1 умножить на n-2 и так далее до n-1 минус k плюс 1. На что похоже это выражение? Это похоже на многочлен. Правильно? Мы перемножаем множество двучленов и делаем это k раз. Поэтому наибольшим элементом после умножения будет n в степени k. После перемножения получится n в степени k плюс что-то умножить на n в степени k минус 1. То есть получится многочлен в степени k. Вот и все, что нужно знать, чтобы понять, о чем дальше будет идти речь. Получится n в степени k плюс все остальное, что получится в результате умножения, и разделить на n в степени k. Это мы записали вот эту часть. Умножить на предел… А вообще-то это можно пропустить, ведь это константа. Значит, можно ее вынести вперед за знак предела. Т.е. умножить на лямбда в степени k делить на k! Здесь нет n, поэтому это константа по отношению к n. Умножить на предел при n, стремящемся к бесконечности, единицы минус лямбда делить на n в степени n. Умножить на единица минус лямбда делить на n в степени минус k. Хорошо. Знаю, что это трудно прочитать. Итак, прежде всего, чему равен вот этот предел? Предел при n, стремящемся к бесконечности, некоторого полинома, n в степени k плюс… и т.д. и т.п. Эти элементы имеют низшую степень, а вот этот элемент имеет самую высокую степень. Так, здесь есть n в степени k и в числителе, и в знаменателе. Одинаковые высшие степени. Коэффициенты при этих степенях равны единице, поэтому и предел равен единице. Можно найти предел и другим способом. Разделить числитель и знаменатель на n в степени k, и получится… Здесь будет просто единица, плюс… единица делить на n, плюс… дальше в каждом слагаемом будет присутствовать единица делить на n. А здесь будет просто единица. И если бы мы взяли предел при n, стремящемся к бесконечности, то все эти элементы были бы равны нулю, и осталось бы только единица делить на единицу. В любом случае, вверху и внизу были бы одинаковые степени, и коэффициенты при них были бы теми же. Поэтому предел этого многочлена при n, стремящемся к бесконечности, все равно равен единице. Это неплохо для упрощения. Т.е. остается только единица умножить на лямбда в степени k, деленное на k! А чему равен предел вот этой части при n, стремящемся к бесконечности? Единица минус лямбда делить на n в степени n. На прошлом уроке мы доказали, что это равно пределу при n, стремящемся к бесконечности, функции 1 плюс а делить на n в степени n, что равно экспоненте в степени а. Это то же самое, что у нас записано здесь, но вместо а здесь минус лямбда. Т.е. предел этого будет равен экспоненте в степени минус лямбда. Правильно? Ведь вместо а у нас минус лямбда. И, наконец, чему равен предел этой функции при n, стремящемся к бесконечности? Напишу это поаккуратнее. Просто перепишу эту функцию. Единица минус лямбда делить на n в степени минус k. Что происходит при n, стремящемся к бесконечности? Лямбда – это просто константа. Если n стремится к бесконечности, то этот элемент будет стремиться к нулю. Тогда останется единица в степени минус k, а единица в любой степени равна единице. Поэтому этот элемент будет равен единице. Т.е. здесь будет еще одна единица. Вот и все. Вероятность того, что наша случайная величина, количество машин, проезжающих за час, равная какому-то особому значению, например, 7 машинам в час, равна пределу при n, стремящемся к бесконечности, из n выбрать k, умножить на лямбда делить на n в степени k успехов, умножить на единица минус лямбда делить на n в степени n минус k неудач. И мы только что выяснили, что это равно лямбда в степени k делить на k факториал и умножить на экспоненту в степени минус лямбда. Выглядит довольно аккуратно. И если бы вы не видели никакого контекста для этого выражения, то никогда бы не догадались, что оно каким-то образом связано с беномом Ньютона. Я имею в виду, что в нем содержится экспонент. Есть и факториал, но во многих выражениях содержится факториал, поэтому неясно, что это выражение как-то связано с беномом Ньютона. Но это только предел. По мере того, как вы выберете все меньше, меньше и меньше интервалы, вероятность успеха на каждом интервале становится меньше. Но когда берете предел, то получаете экспонент. И если подумать, то в этом есть смысл, потому что один из источников экспоненты берет начало в теме сложных процентов. Мы уже что-то подобное проходили. Мы брали все меньше и меньше интервалов, и каждый интервал мы делили на еще меньшее значение. Затем, когда брали предел, всегда получали экспоненту. Вот, собственно, откуда взяла свое начало вот эта вся формула вверху. Но, тем не менее, чтобы вы понимали, как это используется, давайте предположим, что я проектировщик дорог, и я выяснила, что в среднем в каком-то месте проезжает 9 машин в час. Я хочу знать, какова вероятность… Так, это математическое ожидание. В заданное время проезжает в среднем 9 машин. Итак, я хочу знать вероятность того, что в заданное время проедут 2 машины, точно 2 машины. Это будет равно 9 машин в час во второй степени, или в квадрате, это аналог второй степени, деленное на 2 факториал, и умножить это на экспоненту в минус 9 степени. То есть это равно 81, деленное на 2, и умножить на е в минус 9 степени. Посмотрим, возможно, мне понадобится калькулятор. Ладно, разрешаю вам поупражняться и самим вычислить, чему это равно. А мы увидимся на следующем уроке.